В конце 19-го и в начале 20-го века по улицам побежали, оставляя за собой дымный шлейф, первые автомобили. Восторженные толпы горожан стремились во что бы то ни стало попасть на демонстрации полетов первых аэропланов. Рождающаяся радиосвязь уже помогла спасти жизнь людей, унесенных на льдине в море. В светских салонах в это время утверждался танец танго, а военные моряки осваивали первые боевые субмарины. И в это же время фотография наконец стала достоянием людей всех сословий и состояний. Гном или Триумф? При чем тут груша? А как там у доктора Фогеля? Городской обычный житель, то фотограф твой успех. Ты заснял меня любитель? Безусловно, лучше всех. Российский рынок начала 20 века предлагал покупателям десятки моделей фотоаппаратов, в основном заграничного производства, а также другое оборудование для съемки и лабораторных процессов. Заметное место среди фотопродукции занимали недорогие модели, доступные многим. Развитая конкуренция между производителями заставляла заботиться о качестве изделий и о привлечении покупателей. Фотоаппараты были тогда царством пластиночных конструкций. Большинство из них Гном, Кобальт, Триумф и другие имели ящичный корпус, покрытый шагренивым калинкором, а внутри него располагалось от 6 до 12 стеклянных пластин малого и среднего формата. Модели подороже обшивались с афьяновой кожей, металлические детали никелировались. Часто фотоаппараты снабжались многолинзовыми объективами, которые давали изображение высокого качества. Именно такие фотоаппараты выпускала известная фирма «Вся Россия» Фреланта. Фирма славилась своими фотопластинками, которые можно было приобрести в самых отдаленных уголках страны. Покупателям предлагался также полный набор химикалий для обработки снимков и для исправления возможных допущенных ошибок. Заметное место среди продукции фирмы занимало производство фотобумаг. Поскольку большинство камер того времени были крупноформатными и не требовали обязательного увеличения снимков, широко применялась бумага, предназначенная для контактной печати при дневном свете. Самара. Дворянская улица. Конец 19-го столетия. Первые селеграфные столбы, первые фонари, первые велосипедисты. И фотография через дорогу тоже одна из первых. А здесь, на этой стороне улицы, готовится запечатлеть это обычное мгновение из жизни города фотограф. Обычное мгновение, которому суждено теперь сделаться необычным. Надолго пережить всех, кто попал в кадр и остался рядом с ним. Лошадей и прохожих, дам в огромных широкополых шляпах и кавалеров с тросточками, спешащих по делам и никуда не спешащих. Приготовились. Остановись мгновение. Ты прекрасна. Более солидные дорожные камеры были обычно складными с растягивающимся мехом и наводкой на резкость поматовому стеклу. Их корпус обычно делали из красного или орехового дерева. Многие модели были оснащены невиданным тогда пневматическим спуском с резиновой грушей. К большинству таких фотоаппаратов прилагался штатив, поскольку съемка с рук была в этих случаях неудобной. Фототехника совершенствовалась созвучно нарастающей динамики всего уклада общества. Так Герцем был разработан в Берлине объектив, свет силы которого достигала невиданного по тем временам уровня. А новый шторный затвор немецкой клаб-камеры Рекорд, имевший поистине невероятную скорость спуска до одной тысячной секунды, позволил наконец оторваться от статистических сцен. Такое оборудование позволяло совершенно свободно снимать спортивные сюжеты, мчающийся локомотив и тому подобные вещи. Разумеется, стоимость таких технических шедевров была довольно высока, но она не останавливала тех, кто стремился запечатлеть прекрасный момент. Остановись в мгновение, ты прекрасна, а значит самое время поспешить вот сюда, в это здание. Нет-нет, императорское музыкальное училище здесь совсем ни при чем, и нам в него сегодня не нужно. Нам нужно в соседний домик, тот, что поменьше и поскромнее. Присмотритесь только, это магазин фотографических принадлежностей. Фотокамеры и штативы, увеличители и фотобумага, стекла и даже пленка. Да-да, даже пленка, пришедшая на смену бьющимся стеклянным пластинам. Стремление избавиться от тяжелых и хрупких стеклянных пластинок привело в конечном счете к созданию гибкой роликовой пленки. Ее появление позволило повысить оперативность съемки и обработки снятого материала. А вскоре появились легкие и простые в работе пленочные фотоаппараты, сконструированные в Соединенных Штатах Америки. Несколько особняком от переносных фотоаппаратов стояли крупногабаритные павильонные фотокамеры. На таких фотокамерах работали в основном профессионалы, построенные очень добротно. Некоторые из этих фотоаппаратов работают и по сей день. Извечное желание фотолюбителя научиться инструментально определять экспозицию в условиях того или иного освещения могло теперь решаться с помощью так называемого активнометра винна. Чувствительным элементом в этом приборе служила полоска особой фотобумаги. Время ее почернения до образцового уровня определялось по часам, а позже пересчитывалось в длительность выдержки. Не останавливало фотолюбителей даже то, что многие дома, в которых они жили, еще не были оборудованы электрическим светом. В этом отношении интересно, что источником света в прежних фотоувеличителях часто служила свеча или керосиновая лампа, а более скромные фотоувеличители могли обходиться дневным светом. А мы снова на Дворянской. И вот уже прямо перед нами фотографический салон придворного фотомастера Есвоина. Подожди, время! Не беги! Не проходите мимо, милые барышни! Войдите в эти широко распахнутые двери! 20 минут! Всего только 20 минут! И придворный мастер фотографии Есвоин откроет вам другие двери в будущие столетия, куда вы сможете взглянуть с фотографической карточки, украшенной вензелями и растительным орнаментом. Большим успехом у публики пользовалась демонстрация диапозитивов на экране. Зрители буквально забывали дышать, когда в переполненных залах гимназий и народных домов с помощью проекционного фонаря демонстрировались так называемые волшебные картинки. Широкому распространению любительской фотографии способствовали и многочисленные периодические издания справочного характера, как то Вестник, фотографии, фотографические новости и другие. В затруднительных случаях фотолюбители могли обратиться и к справочнику доктора Фогеля, который давал ответы пусть не на все, но на многие простые и сложные вопросы. Широко распространены были и фотографические общества, которые предоставляли своим членам на прокат лаборатории сложную фотографическую технику и специальный библиотечный абонемент. Было такое общество и в Самаре, а размещалось оно на углу Дворянской и Алексеевской улиц в доме Орефьева. Разнообразие моделей и широкий диапазон цен на фотоаппараты и фотооборудование давали возможность каждому желающему сделать выбор по своему вкусу и возможностям. И запечатлеть те самые мгновения, которые пусть не часто, пусть хотя бы раз в жизни бывают у каждого. Непредвиденно и дико, смазав четкие края, растянулась на два мига жизнь мгновенная моя. С вами был Михаил Перепелкин.